Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы знаете на вот эту вот машину на Кобру появились контейнеры на продажу. Я уже выложил видео по поводу контейнеров и там же положил ссылку на абсолютно честный обзор на данную машину. Но один из спонсоров моего канала написал мне по поводу того, что было бы неплохо увидеть свежий тест данной машины в современном рандоме. Ну и соответственно своему спонсору отказать я уж точно не могу. И кстати ребят, спасибо большое вам дорогие спонсоры за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете канал. Мне это безумно приятно и я это очень сильно ценю. Еще раз огромное вам спасибо. Что касается Кобры, здесь все очень интересно и в то же время неинтересно. С одной стороны очень круто, здесь есть всего два вида снарядов, в третий не положили. Есть базовые аккумулятивные снаряды, которые я терпеть не могу с пробитием в 259. Ну и есть еще осколочно-фугасные с пробитием в целых 220. Так называемые хэш-фугасы, которые накидывают за выстрел в среднем по 500 единиц урона и 400 на аккумулятивных. При этом Кобра обладает очень крутым углом склонения орудия вниз минус 10. Не обладает в принципе какой-то крутой броней. Что касается времени перезарядки, вполне себе комфортно. Практически 10,5 секунд. Ну и время сведения и разброс мы посмотрим с вами непосредственно в самом бою. Почему говорю по поводу того, что минус 10 это хорошо и комфортно? По двум причинам. Во-первых, орудие довольно-таки высоко расположено по отношению к центру башни. И если вы за каким-нибудь холмом становитесь, опускаете орудие вниз, то вот здесь у вас в этой верхней части, или как правильно назвать, короче вот в этом вот листе брони, который у вас на башне сверху, то получается довольно-таки крутая приведенка. А комбашенка здесь очень маленькая. Сама башня срезана по бокам, здесь выцеливать нечего, и на этих щеках вы ничего не найдете, там очень крутая приведенка. Поэтому отыгрывать от башни в таком варианте довольно-таки круто получается. А в целом машина, я бы сказал, довольно-таки картонная и супер живучей данную тачку не назовешь. Что касается хэш-фугасов и вообще в принципе самого орудия, то давайте будем заценивать непосредственно в самом бою. Итак, ребят, давайте будем обсуждать Кобру. Начнем с подвижности, кратко скажу, в целом приемлемо, все нормально, особых нареканий нет. Также нет особых нареканий в отношении точности орудия и в отношении времени сведения. Все довольно-таки комфортно, особенно время сведения мне показалось комфортным на данной машине. Что касается самого орудия. Двоякое отношение, с одной стороны хэш-фугасы это конечно круто, ты наносишь потенциально 500 единиц урона средних и имеешь супер пробитие в 220 миллиметров, с учетом того, что я оборудку поставил на калиброванные снаряды. Ну, сам боженька велел на хэш-фугасах использовать оборудку именно так. Но все же есть и большая ложка дегтя в этой вроде бы бочке меда. Дело в том, что хэш-фугас, как обычный фугас в принципе, он не дает гарантии того, что вы нанесете какой-то существенный урон. И очень часто бывает такое, что на кобре, когда ты играешь, несмотря на то, что у тебя потенциально 500 единиц урона средних, по факту ты накидываешь 80, 90, бывает такое, что накидываешь вообще 48. И это очень сильно удручает. Плюс к тому, стоит отметить, что играть на кобре необходимо именно на хэш-фугасах. Ну, просто потому, что в этом фишка танка. Ну и, соответственно, играть на обычных базовых снарядах, это, в принципе, как играть на любом другом танке. Причем там стоят у нас... Причем там у нас, ребят, стоят не бронебойные. Поэтому я бы сказал, что не сильно интересно играть именно на базе. Что же касается хэш-фугасов, то за каждый хэш-фугас, параллельно с тем, что вы будете получать удовлетворение от тех моментов, когда действительно смогли кого-то пробить и закинуть хэш-фугасом существенный урон. Но при этом всем стоит помнить, вы будете платить за это серебром. А значит, рассчитывать на то, что вы будете постоянно находиться в каком-то существенном плюсе, вам, ребят, ну, не придется. Кроме того, вам стоит отметить, что данная тачка, мало того, что не фармер, так еще и не сильно живучая машина. Ну и, соответственно, порой, ребят, придется сливаться. Сливаться жестко, особенно если вы приехали против нескольких соперников, ну, или если вы приехали против того соперника, которого вы даже на базовом снаряде по-человечески пробить не сможете. Сейчас опять работаем хэш-фугасом, если получится, по тортойсу. Но если не получится, ну, значит, тогда перейдем на базу. Итак, ребят, вот его кепка. Вот точность. Точность есть, а вот урон 433. А не 500. Среднего и даже не приближенное к 500. И все это связано с тем, что в данной кепке, так называемой комп-башне, там есть, ребят, броня. И броня, кстати, та, которая приведенная, которая срабатывает по-разному, в зависимости от того, насколько в этот момент твоя мишень дернулась. Таким образом, получается, что вот этим вот хэш-фугасом у тебя шансов нанести нормальный урон не так уж и много. Ну, и плюс к тому стоит отметить, что, играя против десяток, вот сейчас залетело 513, что меня очень сильно удивило. Скорее всего, я прям совсем посредине комп-башни попал. Играя против десяток прям совсем сложно. Дело в том, что десятки более забронированы. И, как вы видели, мне очень сильно повезло пробить базовым снарядом, на котором у меня пробитие выше, вот этого вот товарища, только лишь по одной простой причине, потому что он, спускаясь, оголил свой не то, чтобы нижний бронелист, а оголил свой, в принципе, лист, как его там правильно назвать, короче, половую плиту вот эту вылетела из головы, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Днище, вот. Днище, это я сейчас не о себе. Короче говоря, ребят, кобра прикольная, кобра интересная, но, во-первых, она интересная, когда играешь против восьмерок, и когда ты играешь против каких-нибудь картонных девяток. Когда ты сталкиваешься с более-менее бронированными машинами, даже своего уровня, или даже восьмерками, то там начинаются приключения и танцы с бубном. Там тебе приходится играть на базовом снаряде, как я уже сказал, это далеко не то, ради чего кобру стоит себе покупать. Так, надеюсь, здесь будет победа. Надеюсь на то, что меня сейчас не разберут. Надеюсь, что вот этого товарища я сейчас заберу. Нет, забрали до меня. Ладно, поехали тогда Туртойсан, которого ковыряли до этого, добирать, догрызать. Вот он, товарищ стоит. Хэш, фугас. И мимо. Вот так вот. Жаль. Хотелось закинуть еще тычку и забрать хотя бы Туртойсан. Ну, бог с ним. Победа, да и победа. Уже спасибо. Уже, слава богу. Тем более, играя против десяток. Но стоит отметить, что и команда показала себя довольно неплохо. И, в целом, благодаря тому, что напрямую сталкиваться с соперниками у меня необходимости не было. Я, во-первых, в бою выжил. Во-вторых, я смог нанести просто ошеломляющее 1930 единиц урона, за которое получаю знак классности целой второй степени, ребят. А это говорит о том, что на Кобре ну, не получается у игроков прям постоянно давать какие-то заоблачные результаты. Да и как их дать? В принципе, если количество урона, которое ты наносишь за выстрел, является непредсказуемым. Ну, а, соответственно, твой урон за бой тоже является абсолютно непредсказуемым. Когда ты играешь на бронебойных, ты плюс-минус понимаешь, что за каждый выстрел я в среднем буду накидывать, допустим, по 400 единиц. А значит, за свои, допустим, там, три выстрела я делаю 1200. За шесть выстрелов две 400. Ну, и такая математика дальше. Но это приблизительная математика, понятное дело. Там плюс-минус по разбросу урона за выстрел, но он хотя бы понятен. А на Кобре он непонятен абсолютно. Тут уже как бог пошлет, ну или как ВГ решит. Поэтому, ребят, Кобра машина непредсказуемая. С одной стороны, крутая, нестандартная. И я не говорю о том, что, допустим, я не хотел бы себе Кобру заиметь. И вполне спокойно Кобру себе бы в коллекцию приобрел за каких-нибудь тысяч, допустим, эндок от 14 до 16, в зависимости от того, в каком комплекте она будет находиться и с чем. Ну, а что касается полного ценника на данную машину, при открытии контейнеров, здесь, ребят, решайте самостоятельно. Надеюсь, что вы подпишетесь не только на этот канал и оцените мою честность, но и на другие мои проекты, ссылки на которые вы найдете в описании. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok